В конце XVIII века звание ведущего русского портретиста перешло к Боровиковскому. И это неудивительно, ведь его картины стали отражением нового художественного течения – синтиментализма. Приверженцы этого направления ратовали за естественность изображения и демонстрацию истинных чувств в противовес существующим классицизме условностям. Рациональному подходу в живописи стал противопоставляться подход эмоциональный, а на смену героическим сюжетам пришло изображение событий повседневной жизни, лишенных нарочитой возвышенности и исключительности. Такова была новая эстетика, существенно повлиявшая на творчество Боровиковского. Портрет Марии Лопухиной по праву считается одним из лучших произведений живописца. Молодая прелестная женщина изображена в уединенном уголке парка, облокотившейся на мраморный парапет. Взгляд Марии задумчив и грустен. Уста дрогнули в нежной едва уловимой улыбке. На девушке нет привычного для портрета того времени напудренного парика. Она изображена с естественной прической. Лицо не тронуто белилами и румянами. А используемые художником смазанные плавные линии соответствуют ярко выраженной мечтательности и меланхоличности героини. Единственное украшение Лопухиной – шаль, в которой подпоясано легкое белое платье. Такие шали напоминали полы древнеримских красавиц, шились из дорогих тканей и достигали в длину около 6 метров. Ассоциации с античностью продолжают и обтекающую фигуру плавные изломы складок одежды, напоминающие хитомы. Пространство позади героини заполняет пейзаж, находящийся в легкой воздушной дымке. Этот неяркий, ускользающий свет тонко моделирует объемы формы. Свисающие ветви и наклоненные стволы деревьев ритмически связаны с положением руки и тела девушки. Ржаные колосья и проглядывающие сквозь них васильки подчеркивают простоту, открытость и мечтательность героини. А поникшие на стебле розы добавляют образу особую поэтичность. Краски наложены на грудь тонким и ровным слоем. Боровиковский отдал предпочтение холодной гамме. В портрете изобилуют лиловато-желтые, бледно-голубые, приглушенные зеленые и пепельные цвета. К сожалению, судьба героини оказалась трагична. В 1797 году Марию, урожденную Толстую, выдали замуж за Степана Авраамовича Лопухина. Он же и заказал картину Боровиковскому в качестве свадебного подарка. Девушка позировала художнику в студии всего несколько раз. Владимир Лукич успел написать лицо и общие черты фигуры. Все остальное дорисовано позднее. Спустя три года после создания полотна Мария умерла. Исследователи до сих пор спорят, была ли любовная связь между 40-летним художником и юной прекрасной моделью. Однако ответ на данный вопрос покажется очевидным для любого, кто смотрится в этот удивительный шедевр. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok